Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В мессенджере Viber появилась возможность создавать собственные стикерпаки. Теперь вы можете превратить любое фото, мем и фразу в авторские стикеры и отправлять их в чат любому другому пользователю, выражая ваши эмоции без слов. На данный момент возможность создавать стикеры есть только в Viber на Android. Если вы пользуетесь данным мессенджером на ПК и iPhone, вы сможете получать авторские стики в чате, пересылать их другим пользователям и скачивать их из магазина стикеров. Далее в видео мы детально разберем, как создать свой собственный стикерпак. Итак, начнем. Для того чтобы создать свой авторский стикерпак, откройте Viber, еще магазин стикеров, значок создать стикерпак справа вверху рядом с шестеренкой. Придумайте подходящее имя стикерпака, чтобы его было просто найти. Затем введите описание, чтобы было понятно чему он посвящен. Описание особенно важно для открытых стикерпаков. Первый созданный стикер станет значком стикерпака в меню. Также вам стоит решить какой он будет закрытый или открытый. Теперь давайте разберем как создать стикер. Здесь нажимаем кнопку плюс и видим три варианта. Взять фото из галереи, создать с помощью камеры или только Doodle. Давайте начнем по порядку. Выбираем галерея, ищем нужное фото и кликаем по нему. Дальше его можно отредактировать и добавить различные элементы. Волшебная палочка удаляет задний план. Чтобы повернуть или увеличить фото используйте пальцы. С помощью кнопки текст вы сможете добавить любую фразу. Стикер позволит добавить любой стикер из коллекции Viber. А Doodle добавит любое слово или рисунок, сделанный от руки. Как только ваш стикер будет готов жмем сохранить. Максимальное количество стикеров в стикерпаке 24. Также можно создать не более 20 собственных стикерпаков. Вы можете отредактировать или удалить стикер. Сделать это можно в любое время, но только до того момента пока он не будет опубликован. После публикации редактирование не доступно. Чтобы удалить стикер нажмите на крестик рядом с ним на странице стикерпака. А чтобы изменить просто кликните по нему. Как только вы закончите создавать стикеры останется лишь опубликовать их. Для этого внизу экрана нажмите создать стикерпак. Обратите внимание как только вы опубликуете только что созданный стикерпак вы больше не сможете его изменить. Так что прежде проверьте все ли здесь в порядке, ну и после этого уже смело можете его опубликовать. После публикации в ваш стикерпак появится меню стикеров. Для того чтобы отправить один из этих стикеров откройте меню и найдите его в этом списке. Откройте его и кликните по тому которую вы хотите отправить. Вот и все. Теперь любой пользователь Viber может получать ваши стикеры и пересылать их другим пользователям. Для отправки стикеров с компьютера их сначала нужно подгрузить в программу. Чтобы это сделать нужно кликнуть по следующему значку и открыть панель стикеров. Затем нажать стрелку вверх отображения всех ваших стикерпаков. И теперь чтобы добавить созданные вами стикерпаки Viber для компьютера нужно нажать кнопку синхронизации. После синхронизации ими можно пользоваться. Как вы заметили можно создавать открытый и закрытый стикерпак. Открыть или закрыть доступ для других пользователей мессенджера к вашему авторскому стикерпаку можно только при создании пака. После его публикации изменить статус уже нельзя. Если создать закрытый стикерпак то вы сможете отправлять из него стикеры в любой чат, но кроме вас никто не сможет увидеть все его содержимое. Но любой кто получит стикер из вашего закрытого пака сможет переслать его в другой чат. Открытый стикерпак получит уникальную ссылку. Для того чтобы его скачать другому пользователю понадобится ссылка на него. Поэтому для того чтобы поделиться ссылкой на пак с друзьями и близкими нужно отправить любой стикер из этого пака в чат. И кликнув по нему другие участники чата смогут загрузить ваш стикерпак целиком или же отправить прямую ссылку на стикерпак конкретному пользователю. Как же скачать авторский стикерпак себе на телефон? Первое он должен быть открыт и второе вы должны получить либо один стикер с пака либо ссылку на него. При нажатии на стикер вы автоматически будете перенаправлены на страницу где и сможете его загрузить. У каждого открытого стикерпака есть уникальная ссылка. Для того чтобы другие пользователи смогли его скачать поделитесь с ним и ссылкой на пак. Авторские стикерпаки Viber полностью бесплатны. Вы можете создавать, скачивать и использовать их свободно. Также созданный стикерпак можно легко удалить, но при этом все скачанные паки останутся в коллекциях пользователей. Для того чтобы удалить стикерпак откройте меню стикеров, нажмите на шестеренку или откройте настройки магазин стикеров шестеренка. Прежде чем это сделать помните, что его удаление из Viber необратимо. Скачать его больше никто не сможет, но те которые были скачаны останутся в коллекциях пользователей. И для удаления стикерпака может потребоваться до 2 часов. А если вы переходите на новый смартфон и переживаете о том не пропадут ли ваши авторские стикерпаки можете не переживать об этом. Вы сможете загрузить их на новые устройства. Для этого здесь нажмите еще, откройте магазин стикеров, а затем настройки. Пролистайте экран в самый низ и здесь нажмите восстановить мои стикеры. После чего ваши стикерпаки будут загружены на новые устройства. Если же ваш стикерпак является открытым вы сможете загрузить его из магазина стикеров по прямой ссылке. Если вы решили перейти на новый телефон у нас есть хорошее видео о том как перенести данные со старого устройства на новые. Ссылка будет в описании под этим видео. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.